Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о спинномозговой анестезии. Она относится к региональным методам обезболия, о которых я упоминал в предыдущих роликах. Смысл этого метода стоит в том, что в спинномозговое пространство на уровне 2-3 поясничных позвонков вводится местный анестетик, который вызывает блок нервных импульсов всего, что находится ниже. И поэтому этот метод нашел широкое использование в таких областях медицины, как гинекология, урология, проктология. Если совсем коротко, то все, что ниже пояса, в принципе, возможно обезболить именно проведением этой манипуляции. Суть метода заключается в следующем. В месте предполагаемого укола выполняется местная анестезия путем введения тонкой иглы и введения местного анестетика. Далее берется спинномозговая игла, которая представляет из себя иголочку диаметром 0,43 миллиметра. И эта игла вводит спинномозговой канал. И через нее также вводится анестетик. В течение пяти-семи минут наступает анестезия ниже места введения препарата. И хирурги спокойно могут выполнять свои операции. Особенности иглы выражены в следующем. Во-первых, она очень тонкая, как я уже сказал, 0,03 миллиметра. А во-вторых, заточка имеет особую форму. И эта игла, проходя через мягкие ткани, не режет их, а раздвигает. Поэтому травматические поражения при данном методе минимальны. Многие боятся, что при проведении этой процедуры может быть поврежден спиной мозг. Так вот, я вас постараюсь успокоить. Спиной мозг не повредиться в данной ситуации не может, так как он заканчивается на уровне десятого грудного позвонка. А далее находится так называемый конский хвост, который представляет из себя множество нервных волокон, которые действительно напоминают конский хвост. И в качестве иллюстрации я хочу вам предложить провести небольшой эксперимент. Спинномозговая пункция проводится вот такой вот иголочкой. Игла имеет диаметр 0,43 миллиметра, то есть меньше половины миллиметра. Вот эта иголочка. Контроль попадания в спинномозговой канал осуществляется следующим образом. Убирается мандрен и вот здесь вот появляется капелька спинномозговой жидкости. Мы оценили, мы находимся на месте. Очень многие задают вопрос, нельзя ли повредить спиной мозг. Вот на этом уровне, на котором мы делаем, повредить его нельзя по одной единственной причине. Там его уже нет. Там находится так называемый конский хвост. Что он из себя представляет? Он представляет из себя множество волокон приблизительно вот такой вот толщины. И в качестве иллюстрации давайте посмотрим. Вот это спинномозговой канал. Вот в нем плавают нервные волокна. А теперь представьте, можно ли поймать этой иголочкой хоть одно волокно. Поверьте мне, это почти невозможно. Тем более заточка у нее сделана следующим образом. Она отодвигает волокна. И повредить она их не в состоянии. Вот собственно говоря и все на сегодня, что я хотел вам сказать. Если возникают вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Обращайтесь в нашу клинику. Ждем вас!